Что нам требуется для того, чтобы приготовить манную кашу? Вода, сахар, не обязательно, чуть-чуть соли точно нужно, ковшичек или кастрюль. И ставим ее на плиту. Так, наливаем воду. Да, хорошо. Сюда же добавляем еще немножко молочка. На воде-то одной варить не стоит? Мешай. Аккуратненько. Зоя сейчас посолит чуть-чуть. Валю, а потом я посолю. Ванильку добавим вот такую. Я сама добавлю, ладно? Да. Можешь молюхать? Понюхай. Можешь молюхать. Можешь молюхать. Зоя, 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 положи все на место. Это мамина сокровище. Это была моя сокровище. Теперь мамина. Просьба убирать все на свои места. Любые игрушки, которые бы сюда приносятся, они становятся мамиными. То же самое с нашей комнатой, с папой. Мама, а человечек же... Человечек уже мой. Ну, либо унеси его обратно к себе в комнату. Хорошо, отнеси обратно в комнату. Обещаю. Это же пузырики. Пузырики, да. Даже густая получилась. Угу. Пустая пузырика. Можно сюда добавить немножечко сливочного масла. Да. Да-да. Думаешь, да? Угу. Преимущество замороженного варенья в том, что оно сразу же будет остужать кашу. У нас на телефоне классная игра. Есть. Создавать музыку. Я буду искусить, как будто круто. Это не то. Нет, это не то музыка. Приложуха, по-моему, платная. Но прикольная. Мы сегодня вспомнили, что у нас есть кубик. И решили его посмотреть. А девчонки тут вместо шведской стенки на лестнице упражняются. А я вообще уже... Что-то я им прически сегодня сделала, и уже все растрепалось. Проще косички плести. Вот мои обезьяны малолетние. Ага. А я обезьяна, а я просто как на травле. Ага. Кубик, кубик, ты хорош. Ну, актуальнее ты на даче. Или в поездке. А так, конечно, когда телеки дома есть. Особо не используем его. Ну, господи, что ты шумишь? Классно, что он есть. Тихо. Спасибо. В общем, мы сейчас собираемся на почту. И я тут поснимала на всякие пожарные себе подстраховку. Ну, комплектацию проверила на камеру, работает ли вот это все или нет. Ну, и отправлю. В комментариях немножко подуспокоилась. Спасибо вам. Посылку благополучно отправила. Все засняла, на всякий пожарный. Я параноик. Это самолетик. Что это? Что, не узнаешь, что ли? А, самолетики? Сейчас пойдем запускать на поле. У меня классные. У меня все выстрелы. Я знаю. Ну, зайка, это надо его разбирать. Далеко. Давай мы тебе просто потом другой... Не трогай, это мое. У меня светится мир. И улыбается. Ну, и полясь. Козюка. Я включила болячину. Давай включила болячину. Давай запускай. Какая разница? Он же все равно летать будет. А Зоя нашла лед. Вау! Он еще дольче. Классные, да? Замороженные листики. Слушай, а как красиво-то и правда. Давай лапеньку. Давай. У меня, к сожалению, сломался блендер. Я об этом уже говорила. Поэтому для того, чтобы сделать, например, какой-то соус или что-то такое, мне надо очень-очень ужасно мелко все резать. Я хочу сейчас сделать куриным котлеткам грибной соус. Для этого вот мелко порезала лук. Я его обжарю на сливочном масле. И через... Вообще я глупость делала. Я пропустила сырые шампиньоны через мясорубку, через самую мелкую. Надо было сначала обжарить с луком грибы, а потом уже в мясорубку их фигачить. Ну, ладно. Что сделано, то сделано. В общем, лук обжарится. Я добавлю туда как раз эти грибы. Еще раз тоже все обжарю. Залью сливками. И немножко все это дело потушу. Посолю. Чесночка добавлю. И вот это и будет соус. Еще добавлю своего грибного порошка, который я сделала из сушеных лесных грибов. Для аромату. А вообще вот так бывает. Меня отвлекли звонком, и я совершенно забыла поснимать, что и как я готовлю. Ну, наверное, в данной ситуации это и не так важно. Это обычный рис, который я сейчас накрою крышкой. Обычные котлеты из курицы, с луком, с панировочными сухарями, с яйцом и даже сливок сюда немножко пахнуло. Солила, поперчила, никаких травок больше не добавляла. Вообще, можно было бы это все еще обвалять в панировочных сухарях, но в этот раз не стала так делать. Ну и соус, на самом деле, может быть, еще немножко разбавлю сливками, потому что он что-то загустел. А так это будет какое-то такое сытное явство. Ну и немножко отвлекаясь от готовки, я тут параллельно смотрю Листьев Новый Взгляд, Кинопоиск канал. Слушайте, прекрасный канал. Я, по-моему, про него уже много раз говорила и буду еще раз повторять. Кинопоиск. Вот любое видео открываете, не пожалеете. Вот это грибный порошок, о котором говорила. Все, что на острове собрала, я просто засушила и в кофемолке прогнала. В итоге получился такой грибной порошок, который я периодически куда-то добавляю для аромата, вкуса. Счастье в нашем доме. У нас был разломан этот стульчик. Вот, и, не знаю, полгода назад, наверное, валялись вот такие дрова. И только сегодня, наконец-то, руки дошли для того, чтобы его собрать обратно. Ну, когда его просто собираешь, он не держится, поэтому все. Саше сейчас пришлось дублировать саморезами. Друг по поддержке пришла, села. Нет, папа не помогает маме, он сам справляется. Красава. Мне тут в комментариях спрашивают, как ты отучил девчонок драться. Заставлял одну бить вторую. Намеренно. Сильно. Мы из-за этого так научились. Слушайте, я бы не сказала, что это очень педагогично, но на самом деле, когда ты ребенку разрешаешь... Я не разрешала, я заставлял сделать, очень-очень больно. Чего она боялась сделать. И не делала, естественно, и больше даже не пыталась. Мама, смотри, что делать комфор. Я поймала, мам. Пистолет сломался, ты просто решил помазать? Да носик не работает. Она заплакла. Чего? Мама ударилась попой. Папа, она же упала с моего стула и сломалась у моего стула. А, это да, было такое. Детская версия? Да, это... Нет, на самом деле все было по-другому. Я просто что-то психовала и шваркнула этим детским стулом об пол. А потом ты на него сидела. Это вот к вопросу о том, что не надо, пожалуйста, идеализировать наше королевство. У нас тут всякое бывает. Смокаты летают, стулья. Все, уже нет шума, что ли? Система подачи клея. Экстра класса. Вау, пау! Ну, вот эту вот загнуло, видишь? Ага. Мира, расскажи, как ты сходила в бассейн сегодня? Хорошо. Познавательный рассказ про плавку. Да, с подробностями. Мне скоро дадут очки. Когда ночью сплаватся на лес, открытыми глазками, иди сюда. У нас тут внезапно выпал снег, поэтому мы сейчас срочно гуляем. Дети давно его не видели. Правда, говорят, что завтра он весь растает. Будет вообще там плюс пять дожди. Единственный шанс. А еще мы снова открыли кредитку. Последний раз у нас была кредитка лет так пять назад, наверное. Не знаю сколько. Еще на старой квартире. И мы долго чертыхались, ее закрывали. И говорили о том, что нет, все, больше никогда. Кредитки зло и все такое. А сейчас поняли, что без вариантов. Надо ее открывать, чтобы периодически себя подстраховывать. Потому что одно дело одалживать у друзей, но постоянно же одалживать не будешь. Да и как-то уже неудобно. На всякие такие моментики. С содержками зарплаты. Интересно, много ли пользуются кредитками. Без них жизнь же есть же, правильно? Или это все-таки нужная вещь? Здесь могла быть реклама какого-нибудь банка, кстати. Но нет. Что ты делаешь? Я подготовилась к битве. У меня катапульта. Зоя там готовит план мести. Мы вышли гулять. Тут снежок. Такой классный. Зоя там что-то долго лепит. Тщательно. В лед превращает. Ух ты. Опа. Хайде. Классно. А-а-а-а. Луба. Это слово Бога, как летит в меня снежок? Нет Это я иду по твою душу А что это он умчался? Ты далеко собрался? Попала Отмечаем годовщину Что такое? Дай у нас чемарет Я же говорю, что мы не зря позвонили Она тоже сидит и ест Может, ты ее отвлекаешь, что мы едим? Ладно, пожалуй, поем Здравствуйте, с вами Сеня и компания Короче, давайте Да, давайте на выходные Там, в субботу, в воскресенье Соберемся Соберемся Кто-то устроил фейерверк В честь годовщины нашей свадьбы Машу, ты не можешь сделать этого Неужели и почему? Ура Спасибо Продолжение следует... Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»